Вообще, вечером в Устине нет реперестов, поэтому темно. Поэтому бокал светло, они их выгоняют. Потому что если дома сидят и светло, их будет видно хорошо, тогда невозможно жить. То есть страшненько, очень страшненько. Поэтому выгоняют бокал светло и обратно... Ты ответил на вопрос, да? Почему они по ронжи ходят? Вечером уже темно, их не видно хорошо, тогда они возвращаются. Но я спросила, а почему тогда идет традиция, по ронжу одевать, лица прятать? А теперь получается ответ ясен, да? Это ответ на этот вопрос надо по-другому спросить. Как можно понять, что мама жениха выбирает для любимого сына такую страшненькую? Кто выбирает здесь? Мама жениха, правильно? Она выбирает для кого? Для любимого сына? Ну как она выбирает такую страшненькую? Чтобы сын любил только маму. Нет, ну мама может быть такая же. Потому что мама же такая похожая, а не мама же такая же страшненькая. Откуда красивая? Для мамы она красавица. Мама смотрит, она на меня похожа. Берем. Мама, она красавица, поэтому мама выбирает, которая на нее похожа. Только жених потом не страдает. Поэтому вопрос здесь, во-первых, мужчина красивый, некрасивый. Конечно, мужчины такие, но у них нельзя так говорить. Нельзя сказать, что мужчина некрасивый. Или красивый. То есть такое слово, такое понятие у них не говорят вообще. Можно говорить, что мужчина сильный, здоровый, щедрый, богатый. Ну все можно назвать мужчину. А сказать красивый, некрасивый, это вообще некрасиво сказать. Если говоришь мужчину, ты красивый, значит ты голубой. То есть голубой, что ли, нельзя говорить, что ты красавчик, или красивый, или самый красивый. Это некрасиво говорить мужчинам так у нас. Да, типа ты что, я смотрю, что голубой что ли. То есть типа так. Поэтому у них самое главное, что он мужчина. Все, больше вообще ничего не надо. Он мужчина и все. Этим все сказано. Как он выглядит, не выглядит, вообще не надо говорить. Во-вторых, женщины у них безбрав живут. Родители сказали, выходишь, тогда выходишь. Тогда все. То есть даже когда ему 40-50 лет, а ей 17 лет, она не может отказаться. Сказали, значит да. Поэтому женщине безбрав. Поэтому даже если ей не нравится, тогда она даже отказаться не может. Поэтому... А детей почему много? Ну так почему паранжуты они носят? Во-первых, это от религии зависит. Ну вот почему религия идет? Почему традиции идут веками? Почему у нас можно? Потому что, смотрите. Я смотрю на вас сейчас и возбеждаюсь. Красивое, красивое лицо, красивые волосы, красивая фигура, красивые ноги. Да, поэтому смотрю и возбуждаюсь. Поэтому, чтобы такого не было, надо все закрывать. И только показывать одному человеку. Чтобы не было искушения, да? Мужи, да. Только показывать мужу, чтобы люди не изнасиловали на дорогах. Потому что если я с тобой сейчас один, и вы отошли, я буду изнасиловать здесь. Потому что фигура некрасивая, нравится. Сейчас снимайся, сейчас снимайся. Поставляем одну, пойдем. Давай, давай, давай. Ловлю на слое. Все понятно, да. Да, ладно, ладно. Отойди сюда, Ланюля. Да мы пошли что-нибудь. Это потому что женщина должна хранить себя только для своего мужа. Тогда вы будете обязаны на ней жениться. А у тебя сколько жен уже? Я не читал. Уже больше четырех. Все такие, опа. Смотрите, у нас женщина считается у нас как цветок. Если каждый человек будет нюхать, она быстро умирает. Потому что каждый, кто приходит и нюхает, и держит, и нюхает. А она должна храниться для одного человека, который будет ухаживать, смотреть на нее. Тогда она будет долго жить. Поэтому у нас так считается, женщина как цветок. Надо только одному человеку, который будет на нее рассматривать и ухаживать хорошо. Кто-то ее и плевает, да. Да. А когда много, тогда она быстро просто умирает. Вот так, Тима. А сколько живут женщины вообще? Бетуины. Давайте закончим сначала про этот... Давайте, давай. Интимный вопрос сначала закончим? Да. Интимный вопрос сначала закончим, посмотрим. На чем остановился? Я не помню, о чем остановился. Я специально спрашиваю, о чем остановились. Во-первых, чтобы узнал вы... Запомнили или нет. Запомнили или нет. И во-вторых, чтобы они пробили меня опять. Чтобы послушались и не пробили меня. Потому что я хочу все сказать. Когда светло, они возвращаются домой. Когда светло, они, конечно, выгоняют далеко от дома. Потому что их будет видно хорошо. Поэтому невозможно жить. Поэтому вечером только возвращаются. Когда уже темно, чтобы их не было видно хорошо. Когда возвращаются, они не дадут отдохнуть. Они сначала готовят кучу, а потом начинают танцевать вокруг мужа. Муж так сидит, как султан, курит, как я не с настоящими гашишами. Так он вообще не работает, ничего. Он просто сидит весь день и курит, гашиш. Не торгуется наркотиками и оружием. Что они говорят? Открыт наркотики. Вот скажи, пустыни, где наркотики? Давайте я закончу. Я тебе сказала, видела мешки? Покаин повезет. По очереди, по очереди. Я кельнусь. Я обо всем рассказываю. Только вы потерпите немножко. Мы согласны. Я буду слушать. Он сидит, как султан, курит настоящие гашиши. Мы зайдем, покурим? И одновременно они вокруг танцуют. Для чего, зачем танцуют все женщины, чтобы, конечно, он выбрал, с кем он будет начать. Потому что, если честно, он не с кем находит, потому что они все страшненькие. Но он должен этим заниматься, потому что у них измена нельзя. У них больше ни с кем. Потому что за измену оторвут голову. Поэтому бредутся только с ним. Поэтому он делит соревнования. Соревнования. Какая лучшая танцует, когда ей победят, у нее будет самостоятельно. Вся жизнь борьбе. Они очень стараются хорошо и сексуально танцевать. И когда они встречаются вообще ночью, они друг друга вообще не целуются. Вообще они не целуются вообще друг друга. Почему не целуются? Во-первых, потому что они постоянно курят корень с гашишем. Поэтому такие страшные некрасивые зубы у них. Такие коричневые, черные некрасивые зубы у них. Да. Это вторая причина. Они пахнут неприятно, как зеребют. Потому что моются два раза в году. Он в этом каньон, да? Где вода здесь? Где месяц здесь? В феврале. Вот, выбрали тоже. Это третий раз. Еще бонус. Карбан, байрам, у Роза, байрам. Самые большие праздники у нас. Они только по таким большим праздникам моются. Потому что это большие праздники у нас. Поэтому они пахнут как верблюда. И, кстати, у нас карбан, байрам был 3 месяца. Ну, песок хорошо очищают, между прочим. Когда они заходят в туалет за горами, они чистят камнями или без камнями. Не, ну, никто в походы не ходил. Ну, там всегда песком моют по судьбам. Вот, когда-то не скажу. Бахнут неприятно. Они поэтому это вторая причина. Третья причина, и самая главная. Вы все заметили, что у беденов, или все бедени ходят в блятях, да? Не в рубашках, не в влюбках, как мне. Они все в блятях, заметили. Когда они занимаются, или встречаются с дженами, они не снимают блятю. Они поднимают его вверх и закрутят ее лицом. Чтобы не видели, какая она страшная. Кошмар. Он живет очень блеском. Поэтому, чтобы не видели, какая она страшная, он поднимает вверх и закрутит лицом. Конечно, поэтому они не сцелуются, но зато у них много детей бывает. В среднем 8-9 детей. Если у кого-то ребенок один, это очень слабый. Очень слабый мужчина. У них считается, как минимум, хоть 3 или 4. Как минимум, вообще минимально 3 или 4. А они чем больше, чем лучше, и чем престижно. Они делают много детей за бас. Скажем так, 8-9 детей, потому что некоторые умирают в детстве. Потому что они на двоюродного выходят замуж. Да, да, слабый. Иммунитет. Да, поэтому некоторые могут умирают в детстве, поэтому они делают за бас. Несколько детей. Вообще, это престижно, когда иметься много-много детей. Что у вас, какой вопрос бил у вас? Почему же паранжу носят? Это же ответили на этот вопрос. Из религии. Ходишь, ходишь в школу, а потом пану стараюсь. Чтобы другие не посмотрели, не звучали. Чтобы не улыла женщина. Все, 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 вопрос нет. А что еще вы спрашиваете? У вас был другой вопрос, я сказал, в конце скажу. Нет, это не я девушка. А, нет, нет. А, это был мой вопрос, а твои ворота берут наркотик. А, да, где же они берут наркотики и оружие? Из России. Мой вопрос. Они долго живут, женщины живут около 100 лет. У мужчин 80-90 лет. Почему? Потому что все, что они едят здесь, натурально от природы. Лекарства здесь нету, они лечатся от травы. Колючки. Всяка трава очень болезненна и много-много лечит и прямо-прямо помогает. И мы даже египтяне, если что-то у нас болит, мы от них берем такие травы, потому что действительно помогает. Поэтому кушать свой воздух, свежий воздух и кушать все натурально, без химикой, без добавки, нету гамбургаржи. И тоже лекарства у них натурально тоже все отберут. Поэтому они долго живут. А насчет наркотиков, наркотики они выращивают между этими горами здесь. Они, когда бывает дождь, вода собирается же между горами, поэтому они выращивают здесь наркотики. Мимо сейчас гашиша пройдем, надо нарывать. Занимается второе место по вкусу после Афганистана. Афганистан же самый вкусный гашиш, а наше второе место занимается, потому что природа чуть-чуть похожа. А это женщина обрабатывает, да? Нет, мужчины. Мужчины сами. Вот они единственные, где работают. Это мужской бизнес, да. Поэтому они здесь...